МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева в эфире Давай поженимся. Программа о том, как найти свою любовь. Сегодня у нас невеста и три жениха. Баянист-виртуоз Павел, диджей и промоутер Алексей и актер рекламы сериалов Андрей. А невеста у нас Виктория. Давайте знакомиться. Здравствуйте всем! Я пришла сюда в поисках своего счастья. Это мои подруги, которые помогут мне сегодня, Малена и Руэйда. Слушай, какая же она все-таки красивая. Виктория, 31 год. Несколько раз уводила мужа из семей. Сейчас замаливает грехи в церкви и ищет чистых отношений. Виктория – телеведущая, актриса и модель. Несколько лет жила на реалити-шоу. Вошла в топ-лист самых сексуальных людей России. Выйдет замуж за того, кто сделает ей предложение на катке в Центральном парке Нью-Йорка. Виктории нужен такой мужчине, который не запрет ее в золотой клетке. Предупреждает, что обязательно приведет к вере своего будущего мужа. Мечтает умереть с ним в один день. Здравствуйте. Сразу вопрос к профессиональному астрологу Василесии Володиной. В чем проблема Виктории? Может быть в том, что принцип жизни – все на продажу? Отчасти да. И в определенном возрасте девушкам такого склада, огненным девушкам, хочется внимания, славы, поклонников, которые дарили бы не только цветы или подарки на своей жизни, буквально кидали к ногам. А потом наступает прозрение. К счастью, стрельцы – тот знак, который умеет и любит развиваться. А Морозова, что ты скажешь? Ой, Ларис, такие невесты – прям головная боль для меня. Ну, конечно, старовата невеста, но зато популярная, собственно говоря. И я думаю, что очень много мужчин мечтает увидеть звезду на кухне. А мне кажется, Роза, у вас набор штампов. Ну, серьезно. А, конечно, конечно, традиции, ценности. Если 30 лет, значит, старовато, потому что в нашей стране мы привыкли, что девочки вылетают замуж в 18 лет, рожают детей и расстаются, остаются дети без родителей. Правильно? То есть я считаю, что зрелая женщина, я говорила, когда мне было 18 лет, что раньше 30 лет я замуж не выйду, потому что я хочу развиваться, я хочу учиться, я хочу быть готовой к семье. А женихи-то найдутся? А дать себя полностью своему мужу и своим детям? Виктория, а найдутся ли женихи на твой 30-ник-то, а? Что вы считаете, что лучше в 20 лет выскатиться студентом и жить в общежитии? Роза, я могу тот же самый вопрос вам задать. Я же замуж полюбить. Вот вы как считаете, у вас найдутся женихи теперь? Вот вы тоже в разводе сейчас. Так вы сваха, вам сколько лет? Ой, милая, миш 50, мой хороший. Ну, тогда у меня не было ни одного брака, ни одного ребенка. Я все выполнила, от твоих детей родила. Да, воспитала, учится у меня. Так я сейчас в слазь могу жить, милая. А у тебя ни ребенка, ни котенка, одна какая-то странная собачонка. Так вот я и хочу, хочу ребенка себе, и собачонка у меня есть. Рожать не поздно. В 31 год это нормально. Другое дело, что у нее за плечами в течение... За плечами у нее открыто. Плечи открыты у нее. Вы много лет участвовали в реалити-шоу, да? Ну, не много лет, 11 месяцев. Ну, с другой стороны, если человек смог там выжить, значит... Значит, она сильная по характеру, конечно. С кем-то из участников у вас было что-то серьезное, или это все игра? Перечисляю. Например, со Степой Меньшиковым, Антоном Потаповичем или Маем Абрикосовым. Нет, это было все в рамках шоу. Я уверена, что вы такое шоу не смотрите, молодежный проект, в котором у меня были единственные отношения с кем. Это Степан Меньшиков, один единственный парень. Поэтому вот остальные ребята, которых вы перечислили, не просто были те же участники. А вот бразильский футболист. Велитон Суарес. Да, у меня были отношения с этим молодым человеком. Он был женат. Он был женат. Вот то, что, кстати, в профайле сказано, что я разбила две семьи, а это несколько семей, и замаливаю свои грехи в церкви. И хочу сказать, начнем с того, как я это вижу. Я верю, я верующий человек, но я верю с самого детства. Я хожу в церковь и молюсь с самого детства. Это не то, что я побежала, потому что вдруг вот сейчас там, не знаю, кто-то расстался. Да, потому что по истории, которую я прочитала, мне казалось, я понимаю, что все на продажу, но давайте церковь оставим в покое. Я просто, чтобы пиариться за счет церкви. Хотя бы что-то нужно оставить в покое. На самом деле, я ничего лично не говорила о том, что я это делаю. Не говори, не то, что вы обязательно выцерквите своего возлюбленного. Нет, то, что я приведу к вере, это другое дело. А вы кто? Как вы можете привести? Поверьте, можно привести. Паша, это то, что тебе нужно. Да. Да. Верующие. Какой-то странный интересный подход. Конечно, внутренний работа с собой. Значит, согрешила, пошла, покаялась. А ты пробовала еще до того, как согрешить, не делать этого. А что этого? Чтобы не каяться потом. Чего этого, Роза? Чего этого? Не уводить чужих мужей. Я уводила чужих мужей. Вы знаете историю? Вы хотя бы спросили, как это было. Вот если вы повесили мне ирлы сейчас... Не, я точно не вешала, потому что... Не уводите чужих мужей. Значит, надо быть такой женой, чтобы от тебя муж не ушел, Роза. Надо быть таким мужем, чтобы жена не ушла, понимаешь? Правильно. Я про это и говорю, что нужно соответствовать друг другу. А вы знаете, когда я приехала в Москву, я была очень юная, мне было 18 лет, и познакомилась с Евгением. Это был мой первый гражданский муж, с которым наши отношения были около пяти лет. И вот на тот момент он был женат. Но он этого умолчал, он этого сначала не сказал. Потом через некоторое время я узнаю, что он женат. У нас уже были серьезные отношения, мы уже полгода где-то были вместе. Он предпочел сказать жене, что я люблю другую девушку, и я готов уйти из семьи. И он ушел из семьи, и я действительно очень переживала по этому поводу. Я не просила, я никогда не просила, никогда не спрашивала, уйди, давай приходи ко мне. Хорошо, так вы с ним остались вместе? Мы были вместе многое время. Скажем так, не судьба, потому что в его жизни начались какие-то сложности, и ему пришлось уехать отсюда. И вот когда было все хорошо, все друзья были рядом, все за его счет гуляли, пили, ели. И осуждали меня, и говорили, да она зачем тебе нужна, такая молодая, глупая. И когда вот у него начались проблемы, отвернулись все. Остался один друг, это была я, которая, извиняюсь, у него была судимость. Он сидел в тюрьме, я ему привозила суп, я его поддерживала по телефону, я ему передавала деньги. Я его действительно поддерживала. Он мне спустя много лет, спустя два года, он вышел, он говорит, Виктория, ты самый лучший друг в моей жизни. Я умею дружить. Почему в продолжении это не было? Нет, потому что, ну и все, ну представляете, два года, ну все, жизнь развела. Я не могу понять, вот смотрю сейчас, у него глаза зеленые или нет? У беды глаза зеленые. Да, да, наверное. Программа называется «Давай поженимся», поэтому вы же пришли для того, чтобы, ну, вы хотя бы, для того, чтобы сделать первое движение, да, навстречу мужчине. Да, вы знаете, я очень человек общительный, и хочу сказать, что многие начинают сразу, вот, Роза, я понимаю, подготовилась в интернете, нашла всю желтуху, которую там пишут люди, которым дают там по 200 долларов в месяц, чтобы что-то выпускать. Дело в том, что я пришла, мне не нужен человек, не знаю, там, белый принц на белом коне или что-то подобное, мне нужен человек по духу близким. А я вот по поводу, все-таки хочу, вот, не про желтуху дело, может, действительно, вот я не то прочитала-то в интернете. Виктория, вы хотите обеспеченному мужчину, и при этом, чтобы он вам... Это я сказала, что я хочу обеспеченному мужчину? Хорошо, значит, вы не хотите обеспечить... Вы не хотите обеспечить... Мне кажется, я сама себя содержу, свою семью, своих племянников, плачу за все свои счета, я абсолютно содержу себя сама. Вы не хотите обеспеченному мужчину? Мне это только на радость. Если вы возьмете бедного студента, парня, правильно? Роза, хочу мужа, который будет тоже развиваться обязательно, который обязательно будет вместе со мной расти. Потому что была ситуация в моей жизни, совсем недавно, может быть, несколько лет назад, у меня были отношения, которые, к сожалению, из двух лет они продлились, год мы встречались и год расставались. Это был человек, который не позволял мне работать, если у меня были какие-то заказы, он тут же искал все ходы, звонил, отменял. Квартиру подарил? Нет, нет, он не подарил квартиру. Роза, давайте я раз навсегда расскажу историю про свою квартиру. У вас ни одного не было парня, простого студента, у вас не были обеспечены. Давайте я расскажу раз навсегда историю про свою квартиру. Вы уже дуете, что вы возьмете и будете вместе с ним расти. Девочки, в связи с этим вопрос. Нужно ли из гулёны сделать святошек? По святошке, по-моему, нет задачи. Вы понимаете, я никогда не была гулёной. Это совсем не про неё. Все меня гулёны. Давайте мы сейчас, у нас сейчас базар, мне это глубоко отвратительно, у нас никто никого не обличает. Мы все сидим с судьбами, с определённой уже какой-то прожитой жизнью. Я, во-первых, не вижу ничего плохого в том, что мужчины, которые любят какой-то отрезок, ходят и делают красивый жест в виде машины, квартиры. Если есть такая возможность. Почему вы должны любить бедного студента и так далее? Вы работаете, зарабатываете? Вы хотите детей? Я хочу детей очень. А как скоро? Хочу, вот в 31, хочу уже, пора зачать, в 33 родить и в 35 следующий. Вы обмолвились, что обязательно должны работать. А если мужчина, влюбитесь и всё у вас будет замечательно, он поставит условие, что телевизорит... Я работаю 16 лет. И знаете, я с 16 лет самостоятельно живу. То есть работу не бросить, да? Не очень важно работать. Я просто загнусь. Обязательно должно быть какое-то занятие. Потому что от безделия человек и женщина, и мужчина начинает... Крыша едет, да, у людей. Ужас. Единственное, что, знаете, меня вот, почему не устраивает отношения других мужчин, что мне нужно действительно много свободы. Но свободы в каком... Я очень верный человек. Я клянусь, я никогда в жизни ни о том мужчине не изменяла никогда. Хорошо. Я буду верна, но мне нужна свобода. Я буду верна, но мне нужна свобода. Слышал? Главное, чтобы каждый слово «свобода» по-своему не воспринимал. Роза, кого видишь рядом с Викторией? Ну, я вижу рядом мужчину с ангельским терпением. Надеюсь, что сегодня такой будет. Виктория, я давно в этом бизнесе, и я знаю одно, мужчина-звезда в семье может быть просто мужчиной-звездой. Этого достаточно. А женщина-звезда известная. Она должна еще умудриться быть хорошей матерью, хорошей женой, хорошей хозяйкой. Даже если у вас будет 15 домработниц, вы должны будете правильно все распределить по хозяйству и так далее. Вы должны себя распределить. Я думаю, вы прошли нелегкий путь. Пора бы уже, наверное, отдохнуть, пора бы действительно подумать вот о таком женском. Поэтому мужчина рядом с вами может быть любой, какого вы захотите. Главное, чтобы он не просто пришел в вашу жизнь, но еще надолго остался. Вот и все. Вы человек динамичный и летящий вперед, поэтому мужчина с крепким уровнем благосостояния, такой классический представитель бизнеса, вам не подойдет. Когда машина, дом, квартира, все очень классически, степенно, это не ваш случай. Вам нужен молодой. Не бойтесь мужчину, который будет моложе, живой, творческой профессии, нетривиальной. Возможно, настолько оригинально, что он не будет вписываться в окружающую действительность, и не будет точно классический. Вы портрет, классический. Да, да, все прямо о тебе. Очень скоро женихи попытаются завоевать сердце нашей невесты. Не пропустите. Кетчуп Махеев. Я думаю о том, что ты ешь. Вы передавай поженимся, у нас в студии Виктория. Идите и знакомьтесь с первым женихом. Удачи вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Я очарован твоей красотой и искренне желаю, чтобы наше с тобой знакомство переросло за рамки этой студии. И мы действительно узнали друг друга поближе. Спасибо огромное. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то гармошки не хватает. Вот такой вот образ. Здравствуйте, Павел. С кем вы? Здравствуйте. Это мои друзья Тамара и Саша. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте посмотрим на вас и ждем вас лучше. Павел. 30 лет. Боянист-виртуоз. Лауреат 9 международных музыкальных конкурсов. Мечтает получить премию Грэмми. Женится на той, кто пообещает родить ему пятерых детей. Возлюбленная Павла была на 17 лет старше него. Исполнял все ее прихоти, но жениться на ней не стал. Надеется, что Виктория оценит его многогранный талант. АПЛОДИСМЕНТЫ Что не так с Павлом? Зациклен на себе очень? Думаю, что нет. Просто Павел Рак с огненными планетами. Это значит, что он любит внимание. Но внутри, если покопаться, нет какого-то надежного жесткого основания. Вот может быть, женщины, покупаясь на эту внешнюю яркость, они не видели той основы, вот какой-то прочной, надежной базы, которую обычно женщина ждет от мужчины. Вот потому и холостым ходит. Роза, а тебе как? АПЛОДИСМЕНТЫ 30 лет нагулялся. Вы из одной, в общем-то, этой кухни, шоу-бизнес, который называется. Но если вы 5 детей хотите, прям стартовать сейчас надо. Это же а то... Ты имеешь в виду прям здесь в студии? А зачем так много? Вы из большой семьи? Нет, у меня одна сестра только старшая. Вот. Но я считаю, что в принципе в семье должно быть как минимум трое детей. Ну а 5 это в идеальном варианте. Ну будет такая, знаешь, армянская жена. Мечне беременная, на кухне в тапочках. А что это за роман с бабушкой у вас был? С бабушкой? Угу. На сест старше вас. А мне тогда было 17, да? У меня тогда было 20, ей было 37. Она еще не была бабушкой. И долго у вас ведь был с ней роман? 4 года это продолжалось. А что мешало жениться? Ну если так все было хорошо? Ну были причины, было все не так уж и хорошо. Ну конечно, родители, наверное, встали грудью просто. Родители встали грудью и, ну, возникали трения различные, опять жена. Нет, я понимаю. Нет, 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 нет. Это он понабрался опыта. Да, жена должна быть хорошей хозяйкой? Готовить я не умею, я сразу говорю. Готовить я не умею. Вы этим гордитесь? Нет, я не горжусь. Просто в моей семье, когда я росла, была мама, была бабушка, была старшая сестра. Мне никогда даже очередь не доходила, не доставалось, чтобы что-то приготовить. Ну, послушайте, вам 31 год. Вы уже в свободном полете, вы сказали, 16 лет. Почти столько же, сколько вы жили с мамой и папой. Правильно. За эти годы, что я сделала, научились. Я не говорю, а у меня суккуриные и блинчики, это не говорит о том, что я у меня готовлюсь. Ну и нет, наверное, у меня уже таких претензий, он же не на рестораторше женится. Как я уже перед съемками говорил, что значит быть нормальной хозяйкой, хорошей хозяйкой, и какие, как бы, ну не то чтобы потребности, а вот что я жду от жены, да. То есть можно сказать, да, что приготовить, можно сходить в ресторан, либо заказать еду на дом. Убрать, может и... Да. А чего она точно должна делать? Воспитывать детей. Я знаю, почему он хочет иметь 5 детей. Потому что за каждого второго, третьего ребенка дают пособие. И так далее, и так далее. Так мало того, я еще слышал еще одну, что дают еще 15 соток земли. Вот тем более. Павел, у вас гражданский покой? Беларусь. А что это вы на Московскую невесту? Ну я живу сейчас, работаю в Москве. Вы что, прописочку получить хотите? Не, мне это не надо. Как это не надо? Я живу, работаю в Москве. А вы откуда, Виктория? В Читинской области, это из-за Байкалия, это восточная Сибирь. Вы кто в пансиональности? Я русская, но у меня есть китайская кровь и украинская кровь. Деревенская? Паша, это то, что тебе нужно. А китайская кровь? Китайская у меня был дед пять колен назад, чистокровный китаец. И даже по маминой линии моя сестра, тетка, очень сильно восточный разрез глаз видно. Не скажешь, что у нее китайская кровь. Ну, в общем, да, ты знаешь, что есть. Нет, китайская, конечно, просто вот такая красота. Ну, восточное что-то есть. Такая красота, она, в общем-то, у людей часто бывает со смешанной кровью. Я слышал, что Виктория хочет, чтобы ей сделали предложение в Нью-Йорке, в Центральном парке. Я рассказала эту историю, это была действительно потрясающая история. И никто не ожидал, мы катались на катках, на коньках в Центр парке. И вдруг девушка, значит, ее парень взял в Центр, все так встали в круг. И он неожиданно сделал ей предложение. Она просто заплакала от счастья, потому что это было неожиданно, это было неожиданно. Ой, они так готовятся, они даже помолвку репетируют. Что вы так губились бы? Мне очень это пасть, мне очень понравилось. Меня это тронуло, если честно. И поэтому это запланированные скандалы в ресторане, когда все смотрят, и все умиляются. Потому что интеллект, IQ 0,23. Вика, ну вы же сидели, умничали здесь, и вдруг такое ляпнуло. Очень понравилось. Ну, ты знаешь, у меня падает мнение о ней. Неужели она такая наивная в 31 год, что ей всякие вот эти срежиссированные ситуации. Посмотрим на сюрприз, покажите. Вика, специально для тебя, и для твоих подруг, и для всех наших друзей, которые сегодня здесь присутствуют. Самые популярные, самые известные произведения, которые мы все знаем с детства. Подпевать? Обязательно. Если вспомнишь слова, ты их обязательно вспомнишь. Начинай подпевать сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай! Легкая разминка перед тем, как отправить нокаут соперника. Легкая разминка перед тем, как отправить нокаут соперника. Браво, браво! Спасибо. Спасибо, вы можете забирать своих сватур и проходить в свою комнату. Спасибо вам, Павел. Паша, я думала, что ты очень ей понравился. Особенно ее последний взгляд на тебя был. Ну, что вы скажете о женихе? Ну, очень интересный, симпатичный, приятный. Ну, мне кажется, совсем молодой. Ну, 30 лет. То есть он такой, прям, ветреный-ветреный. Мне кажется, раз что-то увидит, и пошел на огонек танцевать, петь, опять. Да. Какие дети, 5 детей, посмотрите на него, 5 детей. Да, мне кажется, он не совсем вот продумал. Мне кажется, такой момент еще, он еще не насладился еще своим каким-то звездным часом. Мне кажется, вот он больше как друг подходит. Что-то он говорит, звездного часа нет, но некоторые в 60 раскрываются. Это не значит, что надо в 60 жениться. Ну, вам он понравился? Мне очень понравился, как очень хороший. Он еще и так, он открытый. Видно, что он очень талантлив, харизматичный. Видно, что он душа компании. Пошлить у нас, открытый. Веселый, душа компания. Ну, я стараюсь. Чем можно быть открытым? Это правильно, я считаю. Роза, как тебе жених? Ой, Павел, ну он такой вот сказочник. Такое ощущение, что вот его работа и представление о семейной жизни – это два параллельных мира. Как мужчины в основном, до тех пор, пока дети уже не родятся и не пойдут в школу. И не потребуют еды. Ну, слава богу, почему? Потому что, если бы, если он соприкоснется вот с женой, извините, Виктория, с вами, допустим, по всей видимости, его творчество, вот такое легкость в его творчестве, оно закончится. Поэтому жена, конечно… Уже будет тяжелый рок, да, потом? Ну-ка, ну, послушайте, вас терпеть у него… Нет даже заточки вот на это терпение. Ему и не надо терпеть, ему жена другая нужна совсем. Другая тоже нужна. Которая-то под него будет подстраиваться, а вы его грузить будете. Да, я с вами согласна, Роза, здесь абсолютно. Если судьба, значит судьба. Если не судьба, то не судьба. Если не судьба, взял телефончик и сделал судьбу. Конечно. Все зависит от тебя. Все в твоих руках. Он очень любит женщин уже состоявшихся, уже что-то из себя представляющих, ярких. То есть на тихую домашнюю простушку этот мужчина точно не купится. Но ему при этом хочется, чтобы женщина, смотря на него сверху вниз в каких-то ситуациях, ему активно помогала. То есть ему нужна не только та, которая будет рожать детей, я думаю, что сейчас с пятерыми детьми это явный стереотип. Ему нужна та женщина, которая будет активно двигать его карьеру. И я могу сказать, что вы ему в этом могли бы подойти. Со своими уже знакомствами, со своей какой-никакой известностью все-таки. Но подходит ли он вам? Вот в этом я сильно сомневаюсь. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Новая встреча через несколько минут. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Виктория. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи! Здравствуйте, Виктория. Я очень рад нашему знакомству. Надеюсь, что-нибудь у нас с тобой получится в этой программе. Алексей. Алексей, очень приятно. Это для тебя. Не забывай поливать. Можно тебя проводить? Спасибо. Проходите. Живые, вы стоите, вы? Внимательные. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. С кем вы? С моими лучшими друзьями Виктор и Анатолий. Давайте с вами поближе познакомимся. Посмотрим на экран. Алексей. 25 лет. Саунд-продюсер и промоутер. Основал собственный клубный лейбл. Мечтает открыть радиостанцию. Женит снатой, кто не будет требовать от него романтики и не станет будить раньше полудня. Возлюбленная шесть раз уходила от Алексея к своему бывшему и возвращалась обратно. Но однажды он не принял ее. Надеется, что Виктория постоянно в своих привязанностях. Может быть, проблема жениха в том, что он слишком мягок с женщинами? Ничего в натальной карте Алексея не выдает его особенной мягкости, услужливости, уступчивости перед женщинами. Посему я делаю вывод, что эта история либо придумана, либо девушка его не так уж интересовала, что он все это терпел. Жених тебе как? Ну, 25 лет, конечно, ровновато жениться, но к своему возрасту какие-то такие интересные профессии уже имеет. Смущает только то, что вот с мамой живет. Все еще, наверное, за юбку держится маме, но... Вы живете с мамой? Ну, конечно, я заботюсь о нем. Какая счастливая ваша мама. Что ж плохого, если он не женатый 25-летний парень и живет с матерью. А с кем вы мужите, с у него жены не живут? С другой стороны, если нет, то жить больше. Ну, значит, несостоятельный человек. Вы зарабатываете сами? Да, естественно. Помогаете маме? Конечно. То есть у вас есть возможность, допустим, снять квартиру, но вам удобнее сегодня быть вместе? Конечно, потому что, что может быть роднее. А какое влияние на вас мама имеет? Вот насколько вы от нее зависимы? Я от нее не зависим абсолютно, но я прислушиваюсь ее мнению. Ну, вот, допустим, вы приведете Викторию в дом, а она скажет, не-не-не, я видел ее вчера, она там стива-те такую вытворяла. Не-не-не, только или я, или она. И вот что вы? Заплачивает, скажет, ну, мам, хочу. Ну, естественно, такого не будет. А что будет? Она прислушивается моего мнения, потому что я уже достаточно самостоятельный человек, могу сам все решать. А он сам все решает, да. Боня тебе даст. Все ты решишь сам. Ягненок такой совсем. Наивный, боже мой. Скажите, у вас была женщина, которая почему-то 50 раз от вас уходила. Не 50, а 6 раз. И потом к вам приходила, и вы ее принимали. Это что за пинг-понг такой? Что это, она прыгала из постели в постель, и вас это никак не напрягало? Почему напрягала? Ну, так а что там была за история? История была такая, то, что я познакомился с девушкой. Девушка встречалась с моим другом, вот, мы с ним были компаньонами по работе, вот. И после какого-то инцидента, который у них произошел в клубе, так получилось то, что мы с ней остались наедине. Сразу скажу, ничего не было, да. Вы пригласили ее к себе домой? Нет, я не пригласил ее к себе домой. Мы уехали на дачу к другу. У нас была тусовка, компания небольшая, да. Вот, и мы после клуба поехали, непосредственно просто после какой-то тесной взаимосвязи, общения именно. Замерзли на даче, подсказывали, решили погреться. Чуть-чуть. А потом поняли, что вы, в общем-то, как-то уже не греетесь. После общения просто ее начало притягивать ко мне. У меня чувства уже позднее проснулись, я как бы, ну, об этом даже не думал. Ну, не важно, как это все зарождалось. Важно, что она туда-сюда потом болталась еще. А вам не противно было, что она из одной кровати в вашу? На тот момент, на тот момент, конечно. Она ходила... К своему бывшему, к своему бывшему. Она то с ним, то с ним. Никак не могла определиться. То есть, получалось так, три месяца со мной, пару недель с ним. То есть, опять, вроде бы, все разошлись, да? Опять звонки. Я так думаю, ну, наверное... Почему у вас такой улыбкой об этом говорить? Я не пойму. А что, плакать? Это нервная. Постоянно. То есть, вы не против, девушка, мне кажется. Нет, я против абсолютно, девушки, я против. Поэтому сейчас я... Ну, шесть раз был не против. Алексей, Алексей просто очень такой впечатлительный. И он не мог ее просто так отпустить, потому что он влюбился, можно сказать. А потом это был молодой возраст. Да. Хорошо. А, ну вот, он такой впечатлительный. Она ему один раз кушать ужин не приготовит, и он идет к маме жить. Обратно. Вова, возьми меня. Я люблю твои пельмени. А окончательно она уже ушла к кому? Окончательно? Ну, сейчас она с другим молодым человеком живет. С третьим. Нет, вам самому зачем она? Конкретный вопрос. А почему я должен смотреть на нее? Не вопрос, вы что, вы в Израиле, сколько стоит картошка? Сколько вы хотите, чтобы она стоила? Что вопросовый вопрос? Почему? Что вам дает эта дружба с ней? И я же потом объясню, к чему этот вопрос. Ничего мне абсолютно не дает. Если вы женитесь, и у вас будут очень хорошие отношения с женой, женьтесь по любви. Но одним из условий у жены будет, дорогой Малеша, мне неприятно, что ты общаешься со своими бывшими любовницами. Я хочу, чтобы ты это прекратил. Я не верю в эту дружбу, зачем тебе эта дружба, мне это неприятно. Это относительно тому, что я начну какие-то стоять перед ней. Я сейчас вам задала конкретно вопрос. Что же вы как мужик-то выскаживаете? То есть вы согласитесь или не согласитесь? Я думаю, таких моментов не будет. И мы это все... На самом деле, в моей жизни таких моментов не будет, и правда. Вы понимаете, я вам отвечаю, я вам говорю по факту, что у меня в жизни не будет. Не будет с Викторией, не будет с другой женщиной, которая будет с другой женщиной. Да, о чем вы говорите? Вы такой зануда, с вами знаете, хорошо, что делать. Что ты мне скажешь, пожалуйста? Вот когда мужчина... В 25 лет мальчик на все готовый ответ. Я ему говорю, сделайте так. Начинается рассуждение. Алексей, а сколько вы зарабатываете? Потому что мне профессия саунд на сундуны, похоже. Продюсер и промоутер. Что вы там проматываете? Пленочки проматываю. Пленочки? А сколько это за зарплата? Это больше 100 тысяч? Большие деньги любят тишину. Можно вам последний вопрос? Я уже хочу... Вы зачем пришли к нам на программу? Чтобы завести семью, найти серьезных отношений. Вы понимаете, что формат программы такой, что когда вам ведущие задают вопрос, то хотя бы из вежливости на один из них можно было бы ответить. Вы не ответили ни на один из них. Я больше не буду на вас тратить свое драгоценное время. Покажите сюрприз. До свидания. Андрей, ну да, будь аккуратнее на ведущих. Смотри, не только на невесту, но и на ведущих тоже. С нашими друзьями буквально в течение нескольких часов на студии записали песенку специально для тебя. По бумажке, да? Да, да, вот только вот слова были написаны. Я так люблю, когда по бумажке поют. Я считаю, что это да, это очень хорошо. Экспром. АПЛОДИСМЕНТЫ На дне дождя ровут гитарные струны, Ветер роняет грозья рябил. Льется в окно свет безоблачно-лунный. В комнате темной сижу я один, Перебираю струны устало, Но заглушает мотив тишина. Если б ты знала, если б ты знала, Как сейчас мне нужна. Если б ты знала, 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 Как сейчас мне нужна. Спасибо. я за вас спасибо проходите свою комнату лично она начала меня давить просто абсолютно с разных сторон девочки девочки что вы скажете кажется вот ему не хватает уверенности в себе и при этом вы были правы он очень занудный впереди паровоза просто не успевает договорить вопрос очень много вот этой лишней информации ни о чем она любое твое на слово находит 10 зачем это не делал не в этом парень хорош видно позитивный все но опять же я думаю что он еще даже опыта по жизни у него еще не так много чтобы общаться женщина чувствовать себя уверенность да и просто нужен более уверенный в себе они того ну потому так и общается что с мамой мама наверное нудит ему убери носки поставь чашку на место руки помой и он привык все время оправдываться и не огрызаться а отбрехиваться вот он все ряд брехи в судачу не услышал вопрос уже нет я так не буду я так не считаю а какая разница а почему я должен а я никому ничего не должен понимаешь он абсолютно ведет себя как подросток 13 лет который завоевывает место под солнцем но где вы где он алексею конечно нужно побольше пообщаться со старшими товарищами научиться вот этой самой мужской выдержки которая симпатична но и не год уже кого не коже так себе висит его 25 лет розы что в семейной жизни есть комплект проблем которые проходят все семьи и вам надо научиться договариваться я просто не представляю как вы договариваться будете про не будут никак василиса особенность гороскопа близнецовская луна такие люди много говорят меньше гораздо всегда делают по жизни иногда сами в своих словах тонут но мне он показался достаточно изобретательным мне понравилась вот эта смешная фраза ответа что большие деньги любят тишину хотя в его облике ничего не выдавала больших денег я прям искренне профессиональных музыкантов пригласите на почти практически бэк-вокалистами здесь ларис я воздержусь мне не показалось это выступление ярким и фееричным я очень ждала что роза даст второй любимый вопрос про мужские способности у розы два любимого вопроса деньги секс и я прямо ждала что он на это ответит большие достоинства лучше хранить секрете ну ладно чё обидно конечно очень обидно но я думаю что а вдруг впереди у нас 3 жених и судьбоносный выбор оставайтесь с нами вы смотрите давай поженимся я предлагаю викторию встретиться с третьим женихом удачи проходите меня зовут андрей очень давно мечтал познакомиться самой очаровательной девушкой на свете а это вот мой скромный подарок ой господи спасибо проходите да я тоже могу так тоже смотри здравствуйте андрей здравствуйте с кем вы вы знаете я с моими замечательными друзьями юлечка наш художник по боди-арту и тимофей да андрей это у вас анжелина джоли что ли на нет это у меня виктория ну давайте на вас посмотрим узнаем вас лучше андрей актер и модель снимается в рекламе и сериалах по образованию учитель русского языка и литературы женится на девушке из приличной семьи которая разрешит ему завести кошку узнав об измене возлюбленная андрея села на жесткую диету стремление к идеальному телу превратила ее в истеричку надеется что виктория не страдает от комплексов неполноценности нарцисс в этом проблема безусловно еще и нарцисс с задатками критика но ты подумай сама лариса если за 30 лет у мужчины были одни отношения которых он мог упомянуть как и серьезных они длились полгода и за это время он успевал своей девушке изменять ну что можно мужчине сказать розы тебе как же не мне тоже непонятно как можно с педагогическим образованием податься в модели посмотрите даже рубашку не одел в конце концов а конец портрет увидели конечно хорошо что москвич что квартиры есть но какая-то цикленности на своем теле прикрыли басранка но это показывает раскрепощенность однозначно андрей у вас было мы девушка то совершенно верно да и она вдруг однажды почувствовал что вы изменили потому что она жир трест нужно срочно садиться на диету в общем да там получилась такая история что мы встречались очаровательная девушка замечательная из приличной семьи все у нас было хорошо познакомились мы с ней фитнес-клубе вот но случилось так что я изменил когда мы уже жили вместе ну это получилось потому что она с утра нашла смс-ку об другой девушке и в общем то мне пришлось ей сказать жениться ему по жизни нельзя знаешь почему потому что жена будет сильно слишком сильно ревновать потому что он же все равно рано или поздно будет ходить куда-то за хлебом куда куда-нибудь стрип-бар за хлебом ну я сказал правду вы знаете она в общем то оценила мою правду вот и в принципе не то чтобы не обиделась но посчитала что я был с ней честен и в общем то осталось со мной и короче перестала есть и превратилась в истеричку потому что подумал что вам нравится она думала что она крупно в бедрах несколько и поэтому вы изменили это что ты там за 60 все пошел изменять все взвешивайся 59 не еду никуда нет а бабуши дуры они думают что и изменяют и любят только торчащие здесь худо это любишь за другое ведь правда совершенно верно скажите что вы знаете другое не как все главное чтобы был человек хороший а вообще гонят слышала он говорит чтобы человек хороший я уже просмеялась будет считать насиловать девочки себя посмотрите вон диет какой-то девушки там операции я думаю стоит роза потому что если бы мой муж однажды сказал мне какие-то слова не говорил бы что я самая любимая собой добрая бы была не хуже вот виктория а то что высыпляет бдительность говорит люблю ты самая клёвая поэтому я и я думаю что есть мужчины остаться с которыми рядом с такими как андрей перфекционисты еще и критичными можно только себя драконовски стезая диетами потому что вы настолько критичны в отношении близким вы может быть не скажете впрямую ты жир трест пора худеть этот целлюлит ужасен но кое-как можете и заметить так мимоходиком сказать естественно женщина если любит вас интересована она чувствует может быть мало ласковых слов ей говорили ну вообще наверно все таки мне кажется андрей все-таки больше любит себя чем все остальное вот этот вот загар хорошо сидел бы допустим чморила такое бы здесь метр сорок и любил бы себя могли бы посмеяться а сидит красавец больно он выпирает и общего ряда выпирает да да ему надо не при спустить немножко ниппель ниппель вы зарабатываете только а вот но показом своего тела да да а к старости что честно говоря пока об этом не думал но на данный момент да я занимаюсь тем что мне нравится я очень доволен и в общем то в этом есть на на счастье какое-то для меня чем кормить семью ну вот виктория что-то задумалась по мне кажется что она все-таки выбирают между алексей тобой и баянистом и баянистом и баянистом почему я не торгую а вы как не торгуете вы же вы показываете рост делать должны в том что он торгует или показывать или работать актером или модели дело в том что извиняюсь андрей абсолютно не на ни на что другое кроме как на себя не смотрит этот загар эти мышцы которые видно что это спортзале было отработано так и что это разведет может а портрет на груди не сталина же правильно он здесь нарисовать какая вы неблагодарная да портрет это так понты дешевые я представляю его день это встал утром перед зеркалом 10 наряда сменил смирил сменил не знаю что надеть покрутился поверти сам пойду в этом то есть я вижу что человек больше вот как бы вот сам не дала слова сказать а на жизнь что что вы планируете дальнейшем вы знаете я считаю что все-таки внешне виду это обманчив я считаю что вы замечательно милый очаровательный человек и вы так замечательно очаровать я не думаю что как бы вы очень красивая девушка я думаю что у вас очень красивая душа и внутренний мир тоже и не обязательно если допустим я там как-то в мышцах и там что-то кручусь перед зеркалом может быть у меня тоже что-то есть внутри безусловно это что-то конечно есть каждого из нас я согласна но дело в том что я не вижу что вы сейчас пришли сюда действительно серьезным намерением пришли открыть свой торс намазались маслом даже для этого как и аппаратильная андрюш покажите лучше сюрприз а только не говорите что это сливки и банан это фартук помоги мне пожалуйста от нужно тебе завязать я смущаюсь меня вас смущает мужчина в студии а я сейчас приду вам и помогу давайте накинем на него я все равно сделаю и сами сидите хорошо договорились я съем сам не на ребята ну ну как живи сам пацан не на то напал я не буду это есть я извиняюсь просто я не голодная это ну хорошо тогда вы откусите то есть ощущение что у нас девушку на одну ночь а не на всю жизнь слушайте можно я ешь банан сам можно я этот банан укушу боже какая прелесть спасибо большое спасибо спасибо вы можете брать своего друга приходить в свою комнату идемте ой коварные ну-ка всех засмущает ужас что скажете культ себя в чистом виде и вот этот вот мне кажется что сюрприз должен быть сюрпризом а он хотел заставить вику съесть банан ну когда не делал не в этом я сразу сказал я очень и так смутил я не то что я хотела его как-то унизить но может быть стоит о чем-то задуматься может быть века такое впечатление у мужчин создаете что им хочется протестировать именно так вас может быть но дело в том что впечатление которые получают меня люди это какая на самом деле есть это абсолютно два разных человека поэтому я сразу вижу что это не мое подарок и она пугал конечно ты немножечко переборщил наверное подарок вообще я тоже тестировала андреев но он более стрессоустойчив смотрите как он держал удар хотя понял что может не попал не в кассу свои одежды и мне кажется что века что он красивее вас нет и вы вот тут начали тут сейчас сразу так это ерничать не мое не это банан не буду и так далее там подобное ну ваше право роза считать как как вы считаете просто я вижу что мужчина не не тот который мне было бы интересно тем более строить семью хорош человек милый но ты нужен как бы другой видимо серьезный парень в костюме и с ведром на голове мне понравился андрей мы все разные мы никто ни на кого не похожи и как только начинает торгаться на нашу территорию мы начинаем щетиницы и вам не нравится когда с критикой к вам хотя вы заслужили мне не нравится и андрей не нравится никому но каждый выбрал свой путь который выбрал просто вам он не подходит но сам по себе ничего обычный интересный имеет образование не думаю что он будет до 40 лет знаю себя вот так позиционировать но если будет василиса соглашусь абсолютно меня не смутил не сюрприз но возможно это расхожие представления вас меня не смутил не голый торс хотел произвести впечатление это понятно стушевался перед камерами мы на него напали еще это понятно все тоже смущение естественно и наверное за это его порицать мы не можем но абсолютная неуверенность том что касается будущего абсолютно не умел не объяснить своей любовной истории того что у него было за его 30 лет ничего не рассказал о том чего хочет от будущей жизни но я не могу сейчас констатировать какую-то готовность к семейной жизни поэтому очевидно не ваша виктория подумай подумай как следует подумайте еще есть шанс девчонки определились нет кого будем советовать не вот мальчик 1 понравился очень такой приятный живой как ты считаешь помощь классная она шикарно 3 симпатичный смотри какой тебе подарок приготовил все-таки ну оригинальный тебе же посоветовал василиса оригинального очень оригинальный что андрей виктория тебе понравилось знаешь я считаю что да очаровательный милый человек приятный вот если на все зайдет я вообще буду очень счастлив мне тоже кажется что конечно павел более интересен был но вот допустим алексей мне показался таким уравновешенным на более надежным может быть таким зайдет вообще будет великолепно не зайдет но значит пусть будет так но чтобы не делать все к лучшему ну давай забьем давайте да давайте 1 2 3 а мне понравился и павел и андрей я за павла но почему нет возраст меня не смещает совершен как ты считаешь она зайдет сюда я думаю что да а ты выйдешь с ней ну конечно роза виктория в любом случае вы молодые вы красивые вы отвечаете за продолжение рода за качественную сторону это природно поэтому красота должна быть красотой я за андрея не надо против природы поэтому не отбрыкивайтесь андрей я думаю что да я думаю да просто скромность это реально скромность ну чем плохая скромность не сразу показал себя не стал хвалиться но показал себя ее взгляд на тебя он абсолютно все говорит конечно самым оригинальным самым творческим и нетривиальным среди них показался и оказался павел потому что алексей был ну просто ни о чем андрей тоже демонстрировал такую скажем так стабильность спокойствие но никакого движения дальше поэтому только павла я могу счесть достойно внимания и это при том что павел любит женщин вашего типа поэтому я считаю что из всех кто есть это лучший выбор при том что наверное это не тот мужчина которого вы ожидаете полностью до конца но кроме него другой альтернативы нет павел спасибо это вот то что мне вот я считаю надо вот именно на данный момент то есть я считаю что мне нужно именно такая вот и она готова слушайте свое сердце она вас не обманет мы с вами выражайте симпатию нашим будущим героям отправлять эсэмэс их номером по телефону 4 4 надежда 37 лет номер 1535 актриса вегетарианка занимается йогой и медитацией ищет мудрого мужчину который полюбит ее всем сердцем валерия 26 лет номер 1536 генеральный директор в мебельной торговой организации ищет мужчину на руководящей должности и с большими связями мы не знаем выйдет виктория одна или с избранником я приглашаю всех выходите давайте ее поддержим у нас есть пара виктория и павел если вы хотите оказаться на месте наших героев заполняйте анкету на сайте первого канала я лариса бузеева желаю чтобы любимый человек обязательно сказал все мои мысли моя первая любовь была на берегу балтийского моря когда на ощупь любите глаза можно и прикрыть понимаю вы человек пылкий и порывистый и сначала способны убить врага а потом пожалеете прольете слезу над ним а волшебство навсегда она и в 15 лет и в 25 и в 40 а вот кстати вы на мясокомбинате работаете пока он баскет не принесли на а сейчас я хочу помешать все это зелье и дать она потеряла видимо ко мне самый последний интерес